коллеги я прошу вас потихоньку собираться в зал я думаю что мы можем смело двигаться по программе дальше я напомню что еще несколько организационных моментов что мы планируем такое мероприятие как бизнес эпицентр который будет происходить вот здесь вот в двух шагах справа от вас это замечательный интерактивный формат по обмену идеями и инструментами в бизнесе в продажах и мне кажется его посещение будет крайне полезно поэтому я рекомендую обратить на это внимание и подходить к моим коллегам регистрироваться на мероприятие это можно сделать на бизнес эпицентр это можно сделать на стойке регистрации или у любого человека в толстовке битрикс идея что еще второй поток у нас точно также продолжает работать и согласно программе мы наверное будем продолжать сегодня у меня небольшой доклад про продажи который кажется очень любопытен с точки зрения того как подходить к увеличению продаж в своей компании вот таким замечательным названием я еще раз представлюсь меня зовут сергей кулешов я зам директор один из битрикс и сегодня поговорим немножко о продажах у меня один вопрос к вам у кого есть сформулированная прописанная и вы ее знаете воронка продаж поднимите руку не густо остальные не продают а у кого вообще отдел продаж хоть какой-то так чуть больше отлично и без воронки работаете без воронки хорошо давайте посмотрим как можно увеличить продажи это же правильно что все хотят увеличивать свои продажи или кому-то не нужно кому-то не нужно увеличивать продажи у кого нет такой потребности странно все хотят ну что ж давайте порассуждаем как это можно сделать дело в том что на самом деле глобально существует всего три таких больших понятных пути как увеличить продажи первый путь это где-то взять больше клиентов да то есть продавать большему количеству клиентов свой товар или свою услугу второй путь это собственно продавать больше своим текущим клиентам то есть увеличить средний чек да или еще один параметр который мы сейчас будем рассматривать он называется лтв то есть больше продать своим существующим клиентам которые вас уже знают и как-то к вам лояльно и третий собственно говоря продавать дороже да то есть увеличить цены ну если с первым более-менее понятно это маркетинг это привлечение новых клиентов об этом много говорится это в общем вполне понятная история всегда понятно как масштабировать свою рекламную кампанию или маркетинговую кампанию поднимать цены не самый наверное популярный шаг и немногие бизнесмены к этому готовы но это тоже вариант который вполне себе имеет право на жизнь но я хочу поговорить вам о втором пути о том как больше продавать существующим клиентам и скажите мне кто знает что такое ltv супер те кто занимаются продажами знают но давайте поговорим что это такое для тех кто не поднял руку это перевод ну расшифровывается как lifetime value это ценность доход от клиента который он привел вам вам за всю историю взаимодействия с вами то есть если к вам клиент хотя бы раз вернулся да мы можем посчитать по нему ltv возможно он приходит к вам только один раз и вы про него забываете он про вас тоже забывает в этом случае его ltv будет равен собственно говорят первым сумме той сделки которую он у вас совершил если он возвращается к вам в последующие разы до соответственно его ltv постепенно растет считается это довольно просто штука называется когортный анализ наверняка вы его знаете но для тех кто не знает я поясню это довольно простая методика мы берем всех клиентов которые пришли нам например в какой-то промежуток времени например в январе к нам пришло 321 клиент которые совершили у нас сделку и считаем сколько из этих клиентов например вернулись в феврале сколько из них вернулись в апреле в мае и так далее именно из этой когорты январской когорты которые мы взяли суммировали и посчитали таким образом мы начинаем понимать сколько клиентов к нам возвращается в течение определенного периода времени сколько денег они нам приносят и собственно говоря исходя из этого можем посчитать средний ltv только сколько в среднем за всю историю взаимодействия с клиентами нам приносит они доходы довольно простая математика считается очень просто и в целом дает понимание вообще что происходит да насколько клиенты лояльны насколько они готовы возвращаться и насколько они готовы могут приносить вам доход после первой сделки есть еще такое понятие как CAC знаете что такое тут уже об этом говорили с утра кто знает CAC да собственно customer acquisition cost это на русском языке означает цена привлечения клиента и действительно кажется логичным что успешная бизнес-модель когда LTV да то есть выручка с клиента который мы получаем больше чем цена его привлечения при этом в цену привлечения на самом деле можно вкладывать много и по-разному часто туда вкладывают только маркетинговые усилия но на самом деле если разобраться то в цену привлечения на самом деле можно было бы вкладывать и другие расходы которые несет ваша компания при работе с этим клиентом это зарплата людей которые обеспечивают маркетинг это за затраты на точки продаж ну и другие другие затраты которые так или иначе необходимы для того чтобы клиент смог совершить с вами сделку технически и организационно и кажется логичным что мы должны заработать с клиента больше чем потратили на его привлечение при этом часто разница между ценой привлечения и ценой стоимостью сделки да сколько мы зарабатываем дохода с этого клиента может быть близка когда клиенты лояльны когда вы можете их возвращать когда у вас есть выстроена программа возвращения клиентов и продажи в следующие разы у вас LTV гораздо выше значительно выше чем стоимость привлечения потому что во второй и в третий раз привлекать клиента значительно дешевле чем в первый и при этом у вас появляется гораздо больше возможности в том числе повысить цену привлечения клиента да поскольку вы больше стали зарабатывать клиента вы это посчитали и поняли вы можете повысить стоимость привлечения клиента тем самым отобрав например долю рынка у ваших конкурентов потому что вы смогли заработать больше смогли больше потратить на привлечение будущих клиентов есть еще один параметр который нам в рамках этого доклада стоит обсудить это чёрн чёрн рейт давайте еще раз поупражняемся а то вы и после обеда сонные кто знает что такое чёрн ну ну хоть одна отлично хоть одна рука чёрн это отток это тот показатель который говорит вам сколько клиентов в процентах от вас ушли ну то есть не вернулись за второй покупкой и это вполне понятная история то есть отток он будет существовать всегда ну то есть не бывает хотя очень надеюсь что бывает но я пока не встречал бизнеса в котором клиенты остаются сразу и на всю жизнь и никогда не уходят на самом деле он бывает бывает всегда это надо понимать и его нужно считать считать для того чтобы улучшать да то есть уменьшать процент оттока это тоже тот параметр который имеет смысл я считаю крайне важным учитывать в своей бизнес модели можно оценить его в целом например взяв весь период грубо говоря жизни компании всех клиентов и понять сколько из них вернулись а сколько не вернулись но гораздо полезнее этот показатель в динамике точно также например по когортам если вы будете считать отток вы будете понимать какое количество у вас клиентов не возвращается при этом если вы начали считать и предприняли какие-то меры для того чтобы отток уменьшить ну например вы сделали что-то мы еще поговорим о том что можно сделать и снизили отток на 10 процентов в годовой выручке это может дорасти до 50 или 60 процентов увеличение дохода что в общем кажется вполне себе существенное существенный показатель да можно посмотреть это на график и почему вообще такая история происходит потому что если вы отток в месяц на 10 процентов сократили это означает что вы там ежемесячно примерно по 5 процентов клиентов вернули и в целом это довольно существенно на периоде в год получается дополнительный доход кажется что ради этих 50 процентов можно вполне себе поработать ну или по крайней мере задуматься о том что можно сделать для того чтобы снизить отток и у тактики повторных продаж их тоже не очень много ну то есть они вполне очевидны мы сейчас про них проговорим самая популярная наверное тактика которой многие обращаются это email маркетинг к этому по-разному относятся кто считает что email маркетинг это спам с которым вообще взаимодействовать никак не хочется и даже мы прикасаться к этому не будем отнюдь это не совсем так кто-то очень успешно эксплуатирует такую тактику при правильной сегментации при правильном подходе к email маркетингу от него можно получить очень большую отдачу с точки зрения возвращения клиентов при этом клиент купивший у вас уже один раз по сути является лояльным клиентом то есть у него уже есть опыт взаимодействия с вами с вашим товаром или с вашей услугой и все что нужно сделать это не позволить ему о вас забыть email маркетинг прекрасно справляется с этой задачей мы в одном из своих продуктов а теперь уже во втором вы уже знаете что после презентации битрикс24 что этот же самый инструмент появился в crm системе это возможность создавать email рассылки сегментировать их и делать это в общем без дополнительных скажем так пойти специалистов которые будут за вас там верстать письма взаимодействовать с сервисом рассылок и так далее все довольно просто и понятно собрали письмо таргетировали его на какую-то свою аудиторию уже имеющихся клиентов и запустили ту или иную рассылку когда я говорю о рассылке я естественно не говорю что это вы про нас забыли приходите на самом деле инструменты довольно точные позволяют делать адресные рассылки только по тем клиентам которые вы которым вы хотите отправить то или иное письмо поработав грубо говоря несколько часов над генерацией сценария отправки рассылки используя триггеры которые могут понять что этот человек например не покупал у вас в течение трех месяцев и ему отправить одно письмо или цепочку писем которая приведет сможет привести к его возвращению если этот человек покупал определенную категорию товаров или услуг ему можно отправить другое письмо и опять же многие вещи могут быть автоматизированы то есть отправляться автоматически в зависимости от достижения тех или иных условий и по сути такие вещи создаются один раз но на какой-то промежуток времени безусловно требуется развитие любого инструмента маркетингового и там сделав его один раз вы не можете забыть его на несколько лет но по крайней мере основные сценарии выработанные и контентные части делаются один раз для всей вашей клиентской базы в дальнейшем работают и просто возвращают вам клиентов без дополнительных маркетинговых затрат на какие-то рекламные площадки или еще что вторая тактика ремаркетинг тоже довольно популярная сейчас история благодаря современным технологиям мы можем очень точно направлять рекламу на конкретных людей так устроены социальные сети что как рекламная площадка социальная сеть позволяет нам показать рекламу конкретному человеку или конкретной аудитории и ремаркетинг это тоже тактика повторных продаж тактика возвращения клиентов она также может работать из crm системы сегодня на релизе вы видели эту этот сценарий когда вы можете выбрать определенную категорию клиентов и именно этой категории или даже конкретному клиенту показать свою рекламу конкретное объявление это может работать как напоминание о себе как предложение каких-то специальных условий для конкретного человека это может работать как утепление клиента да если он к вам пришел но например покупку еще не совершил мы можем благодаря подобным инструментом постоянно напоминать о себе да для того чтобы совершить то же самое первую сделку но с точки зрения повторных продаж это тоже прекрасный инструмент который ориентирован на тех клиентов которые уже лояльны к вам они уже имеют опыт взаимодействия с вами они помнят ваше название ваш бренд вашу услугу и подобная реклама естественно будет восприниматься ими значительно более эффективнее чем холодная реклама один аргумент в эту пользу есть статистика которая говорит о том как меняется конверсия на сайте в зависимости от того лоялен посетитель к вам или нет если вы тратите свои ресурсы рекламные да то есть деньги на привлечение новых покупателей которые приходят к вам на сайт за услугу или товаром то конверсия обычно с таких покупателей около одного процента то есть действительно на потраченную тысячу рублей вы получите грубо говоря там одного получите один процент если это покупатели вернувшиеся то есть которые уже имели опыт взаимодействия с вами тут здесь конверсия резко возрастает почти до пяти процентов то есть тратить и расходовать рекламные деньги на уже имеющих опыт взаимодействия с вами людей гораздо выгоднее получается а уж лояльные посетители которые имеют еще больше опыт работы с вами положительный опыт которым действительно нравится ваша компания ваша услуга или ваш товар у них конверсия доходит до восьми процентов если это совместить с тем что подобная реклама на самом деле довольно недорогая потому что она очень узко таргетирована да и показывается конкретному человеку или небольшой группе лиц то вообще получается очень выгодно потому что мы и тратим немного и конверсия большая с подобных расходов и третья тактика это программы лояльности ну то есть это что то что позволяет клиента привязать к себе надолго наверное у вас сейчас в голове при слове программа лояльности возникли разнообразные карточки лояльности которые раздают различные крупные сети и многие я уверен думают нет ну это не для меня какая у меня программа лояльности карточки выпускать придумывать какую-то какие-то баллы бонусы и так далее на самом деле когда мы говорим о программе лояльности мы говорим о любой механике которая приведет к тому что покупатель захочет к вам вернуться Причем захочет сознательно. Это не всегда скидка, не всегда бонус. Это скорее более персонализированная работа со своими покупателями, когда вы можете их сегментировать и предлагать определенному сегменту своих покупателей что-то приятное. Вы можете выбрать тех покупателей, которые вам за предыдущие полгода принесли в общей сумме какие-то существенные доходы и ориентировать на них свою отдельную программу лояльности, сказав, что раз уж вы у нас такие замечательные и так часто к нам приходите, вот вам подарок. При следующем заказе мы вам мишку плюшевого положим. Это тоже будет программа лояльности, потому что у вас это сформулированное правило, записанное в компании, вы работаете по этой программе. Это может быть автоматизированные абсолютно вещи. То есть, опять же, сегментация, в том числе сегментация динамическая, полностью может выполняться CRM-системой автоматически. И это означает, что вы, единожды приняв для себя программу лояльности, можете даже опубликовать ее на своем сайте, и в целом она будет отрабатываться автоматически внутри вашей CRM. Итак, три тактики. Email-маркетинг, ремаркетинг и программа лояльности, которые позволят нам продать больше нашим существующим клиентам. Как CRM здесь помогает? В общем, кажется, что довольно очевидно. CRM это та система, которая собирает у вас под рукой, под рукой вашего менеджера всю информацию о клиенте. Всем нам нравится, когда менеджер, с которым мы общаемся, или продавец, с которым мы общаемся, делает для нас чуточку больше, чем мы от него ожидаем. Это вполне себе стандартная тактика продавца. Обещать и делать чуть больше, чем наобещал. Это позволяет повысить лояльность человека, с которым вы общаетесь, просто до небес. Это вполне себе понятный факт. И если вы, используя CRM-систему, добьетесь этого эффекта, он совершенно однозначно отразится на ваших доходах. У меня есть одна история, которую я очень люблю. Я вообще автолюбитель. У меня есть классная машина, Subaru, я очень люблю. И заезжаю как-то в торговый центр с ребенком, понимая, что пока я буду ходить по магазинам, ресторанам и прочее, всячески проводить время, неплохо было бы помыть машину. Вы знаете, обычно у торгового центра, по крайней мере в Москве, есть всегда мойка на парковке. Ну, собственно, заезжаю в эту мойку, выхожу из машины, и я не успеваю открыть дверь, ко мне подбегает мальчик с планшетом и говорит, «Здравствуйте, Сергей, вам помыть как обычно?» А я не помню, когда я последний раз был на этой мойке. Ну, то есть это точно было, наверное, ну уж больше, чем полгода назад. Очень просто. У него есть номер моей машины, у него есть информация о том, что мне было, как я мылся в прошлый раз. Ему для того, чтобы эту информацию достать, нужно два клика. Вбил номер, нашел меня, увидел историю, знает, как меня зовут, знает мой телефон. То есть мне ничего не надо. Мне нужно сказать, да, как обычно, и уйти. Мне через полчаса придет смс, что машина помыта, с меня там сколько-то денег. Вот так со мной случается CRM. И это чертовски приятно. Согласитесь. Если вы хотите, чтобы так же о вашей компании рассказывали ваши клиенты, ну, может быть, не со сцены, конечно, но как минимум своим друзьям, имеет смысл задуматься о том, чтобы подобные подходы применять в своем бизнесе. Где бы ни был продавец, чем бы он сейчас ни занимался, если у него возникает диалог с клиентом, он точно знает, с кем он говорит, если это его клиент, который уже обращался в вашу компанию, у вас есть какая-то история. Благодаря автоматизации, благодаря тому, что мы можем настраивать роботов в CRM, благодаря тому, что мы можем выстраивать цепочки прохождения сделки до завершения, менеджеры смогут просто повысить свою выработку, то есть более качественно обрабатывать большее количество клиентов. И это, безусловно, приводит к повышению выручки. Более того, многие вещи, и об этом уже сегодня говорили, CRM может делать автоматически, когда речь идет о регулярных продажах, CRM может автоматически выставлять счета, и менеджерам вообще не придется задумываться о том, чтобы взять с клиента деньги. Регулярные сделки – один из самых любимых сценариев у клиентов. Если у вас есть периодическое списание или периодически выставленные счеты, абонентская плата или еще что-то регулярное, это точно совершенно нужно автоматизировать и привлекать внимание менеджера только в тех ситуациях, где что-то пошло не так. Многие вещи можно сделать абсолютно автоматически. Выставить счет, узнать, что он оплачен, передвинуть сделку, создать новую и так далее. Даже не задумываться. Только если что-то пошло не так, робот может уведомить об этом менеджера, и он уже будет голосом решать возникшую ситуацию с клиентом. Upsell так называемый. То есть как продать больше тому же клиенту, который к вам пришел. И здесь есть тоже несколько совершенно понятных технологических моментов. Для сайтов это, например, персонализация, которая в карточке товара или на странице сайта, где сейчас зашел посетитель, угадывая его интересы, показывает ему те или иные товары, которые с большой долей вероятности его заинтересуют. Показывает товары, которые сопутствуют. То есть как минимум к сотовому телефону всегда можно продать чехол. Главное показать примерно тот, который ему понравился. Сервисы персонализации позволяют это делать. То же самое может происходить и в обычной продаже. То есть у продавца, который общается с клиентом, тоже должен быть какой-то скрипт, какой-то документ или сценарий, по которому он будет предлагать дополнительные товары к тому, что сейчас обсуждается с клиентом. Если вы были в Макдональдсе, а я практически уверен, что вы хотя бы раз там были, вы совершенно точно знаете этот скрипт и слышали. Если вы покупаете картошку и к ней не берете ничего, вам обязательно предложат соус. Если вы взяли чай или кофе, вам обязательно предложат пирожок и так далее. У них эти скрипты зашиты в подкорке, их специально это мучат. Не вижу проблем научить таким вещам и ваших менеджеров. Это совершенно несложно. И, соответственно, кросс-сел, когда мы можем продавать клиентам, купившим один вид нашей продукции или услуг, совершенно другие виды продукции или наших услуг, тем самым тоже повышая выручку. Причем кросс-сел точно так же может автоматизирован. Тут ролик, который показывает создание бизнес-процесса в Bittrex 24, но я поясню суть. Система может на основании данных о сделке или о клиенте выбирать маршрут, по которому идти. То есть если вы видите, что клиент у вас принес, вернее сделка идет на определенную сумму, это означает, что клиент, например, платежеспособный, и можно поставить дополнительную задачу или дополнительный сценарий для продавца, чтобы он предложил что-то еще. Если вы видите, что сумма сделки недостаточная для предложения каких-то дополнительных услуг, соответственно, можно обойти этот сценарий и не утруждать продавца дополнительными делами. У нас есть два важных момента, которые вообще в любых продажах существуют. Воронка продаж – это инструмент и вообще подход к работе с новыми клиентами. Действительно, нам нужно привлекать новых клиентов. Мы будем тратить на это маркетинговые усилия и ресурсы. И задача воронки продаж – как можно больше интересов, лидов довести до сделки. Есть основная цель у воронки продаж – это закрытие первой сделки. Есть так называемая петля лояльности. Я поясню сейчас, почему эта петля. Это работа с существующими клиентами, где надо выстраивать цикличность обращений к этому клиенту для того, чтобы продавать ему снова, снова и снова. И здесь на первом месте будет стоять не цель закрыть сделку, даже следующую сделку, а цель – повысить удовлетворенность клиента от взаимодействия с вами. Потому что именно удовлетворенность, уровень лояльности будет влиять на то, придет он к вам еще раз, обратится он к вам или нет. И когда вы работаете в формате петли лояльности, вы понимаете, что по-другому нужно подходить, в том числе и к воронке, в том числе к оказанию первой услуги. Потому что именно от того, как она была оказана, от того, насколько довольным остался клиент, будет зависеть, придет ли он еще раз и сможет ли принести больше. В чем выгода петли лояльности? В очень простом, на мой взгляд, аргументе. При первой покупке покупатель в любом случае проводит какое-то сравнение. Он может проводить его явно, просто выбирая между двумя компаниями-поставщиками или двумя разными типами товаров или услуг. Он может проводить это неявно, просто у него в голове вот такое сравнение возникло, он почему-то подумал, что вы лучше. Потом он производит покупку и получает какой-то опыт использования. Ну, так сказать, пользовательский опыт, то есть взаимодействие с вами и вашей компанией и, собственно, опыт взаимодействия с товаром или услугой, которую он от вас получил. И в случае, если вы заводите его в петлю, то у него не происходит первого пункта. Он не будет снова сравнивать. Попав в нужный момент ему со своим предложением, со своим напоминанием или с проявлением заботы о нем, вы его заводите в цикл, в котором ему не приходится снова сравнивать. А он будет рад снова не сравнивать. Любой человек не очень любит сравнивать, выбирать и совершать какие-то дополнительные действия. Чем проще, тем лучше. А если его при этом еще и все понравилось, то вообще шикарно, он ваш навеки. На этом у меня все. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Есть у нас вопросы в приложении? К сожалению, вопросов нет. Может быть, из зала. Не все проснулись. Давайте поаплодируем Сергею. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.